Гидфан на связи Полундра! Несмотря на тишину в эфире с начала недели, прошедшие 5 дней прошли без появления интересных новостей. Потому бомбезных инфоповодов нет, но если вы хотите узнать абсолютно все, что было так или иначе слитой и рассказано разработчиками по поводу грядущего, то садитесь поудобнее. Мы начинаем! И давайте не забывать традицию. Узнали что-то интересное, то ставьте лайк. А сейчас короткая реклама. Аналоговое телевидение умрет уже в 2018. Не будь мамонтом, переходи в новый век цифрового телевидения. Ресиверу от Iconbit не нужна специальная антенна или высокоскоростной интернет. Приставка DVB-T2 поймает сигнал даже в отдаленном регионе. Отличное соотношение цены и качества. Насладись идеальным видео и звуком с поддержкой Dolby уже сегодня. Узнай больше по ссылке в описании. И как обычно, есть очень много ответов с реддита. Полный список так или иначе мы опубликуем в группе. Ну а сейчас я озвучу только самые вкусные, на мой взгляд. Разделение ветки американских крейсеров произойдет в первой половине 2018 года, а я ведь так и знал. Ну а ребаланс американских авиков будет еще в этом году. Через 2-3 патча. Для игроков, которые потратили на открытие полетных контролей авианосцев США свободный опыт, придумают компенсации. Но это сейчас только обсуждается. Кстати, помните, в Новороссийске в ответ на вопрос про глубоководные торпеды Симки сказали, что такого не планируется. И вот видимо, на реддите об этом совсем не были в курсе, ведь там ответили так. Симакадзе на данный момент единственный эсминец 10 уровня без каких-либо особых расходников. При этом один из популярнейших кораблей этого уровня, имеющий несомненно свои уникальные черты. Лонггленсы были сильно занерфлены из-за чрезмерной эффективности против эсминцев и крейсеров. Но в будущем рассматриваются варианты выдачи Симакадзе глубоководных торпед, как дополнительный модуль. Старые торпеды удалены не будут, сохранится выбор. Ну и еще один интересный намек прозвучал так. Мусаси, давайте предположим, премкорабли 10-10 тира за деньги не продают. Корабль при ЗКБ уже известен, но о рангов не запланировано. Потому методом исключения можете догадаться сами, что и к чему. Такой вот был ответ. И вот хоть убейте, мне думается, что это был намек на продажу за свободку. Есть ли другие варианты? Если да, то пишите в комментариях. Ну а пока пройдемся по новостям менее горячим. В блоге разработки завезли штатного новостника, видимо, потому как новости там стали появляться со скоростью штамповки премов. Жаль, что публикуется всякая мелочевка. Зацените сами, грядет перепахивание модернизаций, но не их ТТХ, а их местоположение слоте. В первом будут самые дешевые, а в последнем самые дорогие. По сути, изменит это только путаницу с нумерацией слотов, которая существовала еще с момента релиза игры, когда третий слот на десятке содержал абсолютно другие модернизации, чем третий слот на пятом уровне, к примеру. Есть еще прям пачки новостей касательно шлифовки паназиатов. Есть целая новость про то, как топом дали, о божечке, мой возможность устанавливать модернизацию на RLS. Та, которая и до того могла быть установлена на эсминце и крейсера 9 и 10 уровня, если верить описанию в порту. Чуть апнули некоторую технику, но из интересного всем, пожалуй, стоит отметить, что задымление рандома очевидно откладывается, ведь после последних допилов паназиатские дымы стали более похожи на стандартные. Время постановки уменьшили, и оно стало примерно так же, как у американцев. Время жизни увеличили, и стоять они будут так же долго, как немецкие. Немного, но все же могло быть еще меньше. Ну и конечно же добавили время отката к расходнику, чем отобрали фишку, благодаря которой прем дымы откатывались бы за время действия имеющихся дымов. Плохо ли это? Ну не факт. Но теперь дешевые дымы будут перезаряжаться целых 120 секунд, а премиумные 80. Так что дымить нон-стоп и задымить всю карту теперь точно не получится. Ну а как промежуточный итог, паназиаты выйдут уже в следующем патче, ну или через патч, так сказали на реддите. И несмотря на ироничное настроение сразу после анонса, мол ветка состоит сплошь из клонов, уже хочется опробовать ее в бою. Хотя бы потому, что в топе нас будут ждать не просто клоны Бенсона, Флетчера и Гиринга, которые сами по себе неплохи, а клоны с РЛС, благодаря чему? Тем, кому нравится играть на американских эсминцах в охотников за эсминцами, смогут получить более веселый и динамичный геймплей, пусть и без дымов. Хотя, стоит ли ради этого прокачивать 7 кораблей до этого? Вопрос. Ну а что думаете вы по этому поводу? Ждете ли вы ветку паназиатов с их необычными дымами и торпедами? Голосовалка, как всегда, вот тут. Но результат опросов в прошлом выпуске сейчас у вас на экране. Ну а помимо этих сногсшибательных новостей, конечно же, в блоге разработки есть еще много ТТХ грядущих премов, за числом которых уже сложно уследить. Есть и Салем, но он, возможно, не прем. В комментариях под прошлым выпуском прозвучала идея то, что это подготовка к распилу веток, и по сути Салем может оказаться грядущим небольшим нерфом Де Мойна. Французский линкор Норманди, который займет место рядом с Дюнкерком, будет отличаться таким сочетанием параметров, как малое количество боеспособности, мало брони и отсутствие ПВО. Орудий ГК будет больше, но вот сможет ли он ими воспользоваться вопрос. Крейсеру Хуан Хэ, который вообще на тесте показался провальным, по всем параметрам прикрутили дымогенератор, наподобие как у Перта, тем самым сделав их крайне похожими, и потому возникает резонный вопрос, зачем же нам нужен новый прем, который мы уже видели и его, вывели из продажи не так давно. Есть в блоге, конечно, еще и ТТХ Британь, Решелье и Леона, но в них я чего-то особого не увидел, потому если есть желание узнать про них подробнее, то идите в блог разработки и почитайте их там. Кроме того, еще отмечу, что на китайском сайте появилась информация про грядущую операцию «Последний рубеж», которую стоит ждать в 06.14. Из слива пока стало понятно, что с самолетов на аэродроме будет целая туча. Целых 12 звеньев. Задача, напомню, сохранить транспортники, но, увы, слив на китайском сервере был небольшой и имеет только скрины авиации и пресеты аэродрома. Так что будем ждать подробностей дальше. Кстати, есть еще одна новость от китайцев для любителей кораблей имбочек. Кинг Джордж V из ветки линкоров, получивший у части пользователей такую приятную характеристику. Судя по всему, скоро и появится еще в качестве према, причем стоимость его будет 375 тысяч свободки, а это значит, позволить его себе смогут многие. Из приятных новостей прему увеличит скорость хода и существенно повысит мощь ближних аур ПВО, а вот неприятных новостей есть сразу две. Скорострельность понизят и заберут хилку, выдав вместо нее заградку. Кажется, это будет первый линкор без ремонтной работы, и выглядит это как игрушка для БДСМ. Но может быть я чего-то все же проглядел, и он еще очень даже ничего. Ну а на этом все, пора уже уходить в закат и насладиться грядущими выходными. До связи, до понедельника. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok